Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Евгений Никифоров и сегодняшний мой гость, представитель Сирии. Сириец, человек, который там родился, вырос и борется за свою родную Сирию. Наш брат во Христе, Самир Эль Гавдан. Здравствуйте, Самир. Здравствуйте. Рад вас видеть в нашей студии. Самир является учредителем фонда духовного наследия, апостола Павла и президентом фонда Святая Земля. Вот для наших слушателей, если еще и Ордания понятно, как часть Святой Земли, мы и говорим, что половина Святой Земли в Ордании. А что можно здесь о Сирии-то сказать? О Сирии можно очень много сказать. Господь в Сирии являлся дважды Господь-Спаситель. Он явился Савлу, когда он шел в Дамаск подавливать христианский мятеж. Это происходило в местечке Каукапа, оно описано в Евангелии, вблизи Дарея. Отсюда начал свой путь апостол и язычников, Святой Павел. Также он явился в Дамаске, в доме Анании, где он, Анания, крестил апостола Павла и тут же начал Святой Апостол Павел проповедовать. Также Сирия – это место первой христианской мировой общины. Также с Сирией связан первый подвиг Святого Георгия Победоноса. Это происходило в местечке Изра, в 70 километрах от Дамаска. – То есть так все документировано, потому что иногда, когда мы видим Святого Георгия Победоноса на гербе Москвы или на гербе России, ну, кажется, ну, это такой знак, символ, нечто, так сказать, вполне отдаленного от реального мученика. А это происходило вот реально и именно на землях Сирии. – Конечно, это произошло, когда Святой Георгий был привилегирован римским офицером, и отказ от того, чтобы мучить христиан, и это был главный его подвиг. Это происходило всего в местечке Изра. Там был построен как раз первый храм Георгия Победоноса, там же он был захоронен. Оттуда же Ричард Двиное Сердце и, скажем, украл мощи Святого и вывел впоследствии это в Англию. Из Англии часть мощей попала опять в Палестину. Поэтому это место является очень важным. Царь Николаев II подавил все убранство, был создан купол. И в 1912 году этот купол был привезен и установлен. Это все происходило после землетрясения. – До сих пор это все сохранено? – До сих пор это сохранено. Идет война, и храм был не тронут. Это вот такая вот традиция общения и взаимоуважительная. Поэтому мы считаем, что… – Христиан и мусульман. – Христиан и части, скажем так. – Мусульман. – Да, то есть традиция мусульман, которая всегда существовала. Потому что Георгий Победоносец для мусульман является также пророком Хадор. И они его также почитают. И вокруг этого места связано огромное количество легенд. Во время израильско-сирийской войны летчик был подбит и летел в районе этого храма. И он был живым свидетелем и увидел Георгия на белом коне. Он не понимал, конечно, что это Георгий. Но впоследствии ему было объяснено этот факт. И самолет очень нежно был, скажем, положен рядом с этим храмом. И на протяжении 20 лет, пока он жил, этот человек, он каждый год приезжал со всей своей семьей. Это вот современный... – Не уральский летчик? – Нет, это был сирийский. – Сирийский? – Это был сирийский летчик. – Христианин или мусульманин? – Он был мусульманин. Вот тема эта и удивительна. Также местные жители часто рассказывают о тех подвигах Георгия, которые как раз совершались, о защите этих поселений, этой христианской общины. Поэтому на сегодняшний день я также верую, что и Георгий и сохраняет место своего первого подвига. – Вот вы скажите, когда мы, видимо, видели до недавнего времени, часто показывали эти чудовищные казни, которые игиловцы проводили в Сирии, ну, кажется, что уже и потоки беженцев гигантские совершенно. Кажется, что и христиан там не осталось. Исход громадный. Сколько было христиан до войны? – Христиан в Сирии было порядка двух миллионов. Община православная, она самая большая община на всем Ближнем Востоке. Если взять как общинное общение, во всем Ближнем Востоке, кроме Сирии, порядка 500 тысяч православных. А Сирия насчитывала порядка полутора миллионов православных. Также можно сказать о монастыре Сиднайской Божьей Матери, где до сих пор хранится икона Богородицы, написанная апостолом Лукой. Это является местом паломничества со всего мира. И находится на историческом паломничестве маршрута из Конститута в Иерусалим. – А сейчас сколько осталось людей? – Вот на сегодняшний день, я думаю, не больше 500 тысяч в общей сложности христиан осталось. – Остальные все уехали в Европу, естественно. – Естественно. – Куда смогли. – Да, и самая страшная ситуация, она заключается в том, что если мусульмане, которые уезжают из Сирии, они вернутся, а христиане без поддержки, к сожалению, нет. – А почему? – Потому что они боятся за свое будущее, потому что на сегодняшний день они не поддержаны никем. Это к огромному сожалению. Мы вот, живя на протяжении шестого года войны, не видим никакой активной поддержки. Мы благодарим единственное российского президента за его вмешательство военное, тем самым сохранилась вообще христианская община. Но я считаю, что тут нужно сказать, что вот эти все моменты, связанные с казнью, они никак с исламом не связаны, потому что это нетрадиционный ислам. И если мы вдумаемся, то на протяжении всех этих тысячелетий христиан сохранялся с его монастырями, с его общинами, а на сегодняшний день это проявление не проявление ислама. – Это очень важно нам слышать, потому что, честно говоря, и у меня создается иногда впечатление. Но когда вот мусульмане говорят, нет, это не мусульмане, а какие-то другие злые люди, думаешь, наврут, скорее всего. Скорее всего, просто, так сказать, одни более миролюбивы, другие менее миролюбивы, но все равно это ислам. А вот из ваших курсов это очень важно слышать, и мне в частности, с тем, чтобы понимать, что происходит на самом деле. А как там в Сирии это оценивается? Кто это? Это шайтаны, я уж не знаю, как это назвать. Как внутри Сирии оценивается этот ИГИЛ? – Я думаю, что ИГИЛ – это организация, которая находится на серьезном финансировании, которая имеет определенные задачи по уничтожению общей культуры, для того, чтобы размыть исторические следы вообще происхождения всех религий. Потому что оно как раз находится на этом перепуте, потому что там проходит путь авраамический из города государства Ур, когда Авраам вышел и прошел как раз через голову Херувимов и пошел на Хананскую землю. Также там и христианский путь, и исламский путь. Вот сочетание всех этих культур, оно всегда находилось и в архитектуре, и в скульптуре, и в живописи. Говорят, что запрещено изображать в исламе, а мы провели расследование этого вопроса, и оказалось совершенно не так. В исламе есть исторические факты, что когда первый, я вам скажу, удивительный факт, его мало кто знает, что в Кабе, это место паломничества ислама, вы знаете, находилась историческая скульптура Божией Матери и Спасителя. Это было описано писателем Азракой, вхождение пророка Мухаммеда в Кабу. Об этом факте никто не знает, и он защитил своими руками изображение Марии и Христа, и сказал, что они навеки должны остаться в этом месте. Это говорит о исламе, отношении исламом к христианству, к христианской культуре. Также есть указ Умара, одного из первых халифов, который был разнесен в монастыре христианский и до сих пор находился. Также он хранился, случайно был найден в результате раскопок в монастыре Георгия Победоноса, вблизи крепости Дешевалье. И это свидетельствует о том, что ислам традиционный ни в коем случае не относится так, как на сегодняшний день пытаются средства массовой информации западной это подать. Очень важные слова Вы сказали о том, что задача ИГИЛ – слисти с лица земли наше общекультурное наследие, общечеловеческое. А как Вы думаете, все-таки Вы человек глубокий, вдумчивый христианин, зачем это нужно? Когда Вы стираете корни человека, Вы управляете будущим и создаете то будущее, которое Вы хотите видеть. А когда у человека есть корни, поэтому я считаю, что очень важно, когда проводятся очень важные мероприятия с георгиевскими ленточками, с символом Победы, георгиевский зал кремлевский. Вы знаете, что георгиевскими кавалерами были как и христиане, так и мусульмане во время Российской империи. Просто христианский знак – это был крест, а мусульманам вручали круг. Поэтому очень важно, чтобы у этой традиции были корни. Когда-то я был в георгиевском зале в Кремле и спросил экскурсовода, а Вы не знаете, где был совершен подвиг Георгия I. Но, к сожалению, она сказала, развела руками и сказала, я не знаю. Можете представить себе? Это вот борьба с собственным невежеством. Я считаю, что каждый человек должен идти этим путем. Я признаюсь, что и я не знал. Да, вот. Я признаюсь. И я тоже не знал. А потому что я-то был уверен, что это было в Египте. Потому что там в храме как раз вот это колесо, которым его колесовали, в Еиге, эти цепи, которые его заставили носить, они сохранены. Это маленький храм, и наши паломники там иногда бывают, когда они в Каир посещают. Я, честно говоря, думал, что это там, где-то, вот южнее гораздо. Оказалось, это у Вас. Все в Сирии произошло. И главное, что есть почитание реальное этого места. Конечно, конечно. Есть все убранство, которое царем Николаем II до сих пор сохранено. И хотят провести раскопки, полученное разрешение для того, чтобы посмотреть, что осталось после того, как Ричард Длинное Сердце все-таки забрал мощи святого. Хотят убедиться, может быть, что-то осталось от плаща, от одеяний. Это очень важно. И главное принять в этом участие Россия. Вот на сегодняшний день после разграбления монастыря Святой Феклы, это первый монастырь женский Святой Феклы. Она ученица апостола Павла, Вы прекрасно знаете. Вот на сегодняшний день уже начались восстановления первого женского монастыря. А, к сожалению, Россия не участвует в этом проекте. У меня родственник является заместителем мэра Дамаска. И поэтому я прекрасно осведомлен о том, кто, когда и где ведет какие работы. А были какие-то обращения? К сожалению, мы обращались. Я даже приезжал сюда по благословению святейшего Иоанна X. Я привез намоленную икону, вышитую жемчугом, настоятельницей и ее помощницами. Списка иконы святого Луки, которая хранится в Седонайском монастыре. И у меня было поручение вручить ее Владимиру Владимировичу Путину. Администрация решила передать ее господину Богдану. Я это выполнил. Это замминистра иностранных дел? Да, замминистра иностранных дел. Ну, к сожалению, я попросил настоящего господина Богдана, потому что для нас, для сирийских христиан православных, очень важно было зафиксировать тот факт, что эта икона была все-таки вручена господину президенту, потому что у нас чайные надежды наши большие на него. Но до сих пор эта икона заходила все в 2014 году. Не было даже написано письма благодарственное ни в сторону антиохийского патриархата, ни монахиням, сестрам. Не было ничего написано. Вот это очень такой вот факт. И я хотел бы, если кто меня будет слушать, чтобы все-таки попытаться разобраться, что случилось с иконой. Дошла она до президента, не дошла. Для нас это очень важно. Вы знаете, во время Великой Отечественной войны митрополит Горли Иванских Илья Салыбе, он обратился к Сталину, ему явилась Богородица, и по его настойчивой просьбе он приехал в Москву, и в Казанскую икону Божьей Матери на самолете, это так ему повелела Богородица, облетели и Москву, и Ленинград тогда, сегодняшний Санкт-Петербург. И Сталин, даже во время Советского Союза, он отреагировал на это. Вот, к сожалению, на сегодняшний день вот не было никакой реакции на этот дар, я считаю, это очень важный был дар символичный, потому что нас очень много связывает с Россией. — То есть надежда на Россию есть, понимаете? Сейчас средства массовой информации западные, конечно, да, всемирные, можно сказать, потому что уже Соединенные Штаты показали действительно свою всемирную хватку и всемирную свою власть. И, в частности, над средствами массовой информации, и образ Путина нарочито, и Россия, соответственно, демонизируется, и очень многие скверно относятся к президенту, хотя вот мы внутри наоборот. — Вы знаете, какие рейтинги у Путина, и это действительно всеобщее отношение, но оно реальное совершенно. — Как в Сирии в целом относятся к России, к Путину, ну и, в частности, это участие, русская интервенция, вот это военное вмешательство? — Я скажу, как относятся православные и как христиане в общем, потому что на сегодняшний день эта война объединила всех христиан. Христиане считают, что если бы не был сделан этот шаг, то у Сирии уже той Сирии не существовало. И христиан вместо 500 тысяч человек вообще, я думаю, бы уже и не было. Это не связано с отношением традиционного ислама. Но просто на сегодняшний день те силы, которые стоят за этой войной, они не заинтересованы в том, чтобы вообще христианская культура осталась на Ближнем Востоке. Вот, к сожалению, это целенаправленно, это с серьезным финансированием, и это шаги. И вот на сегодняшний день, к сожалению, опять же таки, к огромному, за шесть лет войны не было ничего организовано в сторону православных христиан Сирии, из России. Это, может быть, горько звучит, да? Было какие-то пару мероприятий, потом они были запрещены по решению. Вот можно об этом говорить, можно не говорить. Но на сегодняшний день это так. Но вне зависимости от того, что ничего не было сделано, вот это воинство Христово в лице православия, оно всегда будет за Россию стоять горой. И враг России – это враг наш. И поэтому мы всегда смотрим с надеждой, и тем более на главнокомандующего, который принимает стратегические решения. И мы считаем все-таки, когда-то будет обращено на это внимание, и все поймут, что корни православия, потому что устав Русской Православной Церкви, одеяние Русской Православной Церкви взяты у антиохийцев, и Анда Москин, по молитвам которого отпеваются все умершие. Это очень важные моменты. Также сирийцы приняли участие в становлении грузинской церкви. Это Иоанн Задонзийский со своими 12-ми старцами, которые основали монастыри. И те монастыри, которые находятся и на Тбилиси, Давид, сирийцы – это тоже очень важный факт. И также и Ватикан, и Михаил Сирин, который был прислан из Византии, и он крестил Киевскую Русь. Это очень серьезные вещи, которые невозможно стереть. Если мы о них не говорим, мы становимся союзниками тех, кто пытается уничтожить эти братские мосты, которые духовные между нами есть. — Самер, что касается самих православных христиан, сирийцев, обычно как-то так получается, что епископат, и священство, и антиекция, ну, в Палестине, по крайней мере, в Иерусалимской церкви, большей частью греки. А у вас как? Как у вас соотношение с греками, с весеначалия, и вот с арабами? — Да, здесь вообще это единственная православная церковь, насколько я знаю, что где патриарх является арабом. Это благодаря Российской империи было сделано. Это вот была поддержана арабская община, и вот за это мы туда также являемся благодарными. Потому что у нас Россия, когда приходит в Сирию, она строила во время империи школы, императорское палестинское общество. Было построено более 150 школ. И до сих пор местные жители говорят, вот здесь, на этом месте, и до сих пор. Школ уже давным-давно нету, а название этих школ, что они здесь были, знают до сегодняшнего дня все поколения. Представляете, какая любовь к России? Я иногда удивляюсь, я говорю, ну, Господи, 6 лет войны, и нам никто не помог. Но, вот, к сожалению, вот такое вот отношение. Вот безграничная какая-то любовь к русскому человеку и к России. Это очень трогательно и приятно, конечно, слышать. А как сами сирийские православные? Обычно война, она сплачивает людей. Вот здесь появилась ли сплоченность? Люди ли стали чаще ходить в церковь, поломничать, посещать монастыри? Да, я вот хочу рассказать о удивительном факте. Я по благословению святейшего патриарха Московской Фея Руси трудился, Алексия II, с 2003 года, и также блаженнейшего Игнатия IV. Мы продолжали дело, начатое патриархом Алексием I. Это как раз в Каукабе мы восстанавливали монастырский комплекс. Также установили скульптурный образ апостола Павла. И у нас был очень серьезный проект. Проект был связан с горой Херувимов, где было принято решение. Этот проект курировала Академия Притроица Сергия, Лавра Владыка Евгения. Мы устанавливали образ скульптурный будущего Спасителя, Второго Пришествия. И тут очень важно, вокруг этого образа до сегодняшнего дня идут легенды. И это был огромный знак для людей, что во время войны, в 2013 году, когда гора была окружена, когда высота находилась не в руках власти, Господь позволил, и мы все-таки установили этот образ. Это вы имеете в виду эту знаменитую скульптуру? Да, да, да. И если... Да, для братья и сестры. Значит, если я должен тоже немножечко вмешаться и сказать, что это действительно удивительно, потому как эта гора самая высокая в Сирии. Это главная высокая стратегическая военная точка. Там что-то две тысячи. Две двести. Две двести. То есть зимой там далеко не сирийский климат. Да, минус тридцать бывает. Минус тридцать. Там, по-моему, монастырь даже дождится. Да, монастырь Херувимов. Раньше был женский, а сейчас... Да, вот сейчас, на сегодняшний день, может быть... Ну, матушки не выдержат. Потому что слишком уж стремальные, конечно, для них нагрузки. И там был восстановлен громадный, по-настоящему, к сожалению, мы радио, а не телевидение, даже наше телевидение не может это показать по некоторым причинам. Хотя, может, когда-то мы это сделаем. Был установлен... Это не просто образ, это громадная скульптура Христа, но размером, ну, может быть, меньше, чем Рио-де-Жанейро. Но тоже совершенно гигантский образ. Сколько высотой? Тут дело не в высоте, разрешите я вот скажу. Скульптура Рио-де-Жанейро, она символизирует историю, которая уже прошла. Она выполнена из бетона, она имеет, скажем, конечно, большую высоту, но это самая большая бронзовая скульптура на Ближнем Востоке. Ее высота 12,5 метров. И говорит она о будущем, о образе второго пришествия, который объединяет в себе всех. Три монотеистические религии, которые ждут второго пришествия Христова. И очень важно, что именно главная стратегическая высота Сирии теперь связана с этим образом. Но наверняка вот эти враги рода человеческого, о которых вы говорили, эти игиловцы, за которыми не знамо кто стоит и непонятно, что эти сатанисты на самом деле затевают в мире, наверняка им это было поперек горла. И наверняка они пытались как-то и обстреливать этот образ. Они пытались его захватить до установки и также пытались его уничтожить, когда он был установлен. Здесь, конечно, вот это все-таки Божья воля. Мы предпонимали все шаги, но наших сагов недостаточно. Здесь должна быть именно воля Господа для того, чтобы это стало возможным. Даже на сегодняшний день монастырь весь в решетро, как голландский сэр, а скульптура не задета. И есть кадры удивительные, как идут танковые сражения вокруг этой скульптуры. Ну, это просто вот чудо какое-то. Ну, монастырь, понятно, что он не может быть слишком большим в таких ситуациях. Там много насильников? 15. Сейчас, на сегодняшний день, было принято решение, потому что до сих пор там стоят, линия фронта проходит в двух километрах от этого монастыря. И было принято решение, братью забрали. Ну, отдать должное братья во время войны, когда весь монастырь обстреливался снайперами. Они попросили солдат, потому что монашеский корпус находится в 100 метрах от храма. И для того, чтобы молиться, они должны были как-то пробираться через центральную площадь. И сделали специальную насыпь, ее не могли сделать большую, и они ползком каждый день шли и молились. Представляете, какая вот вера должна быть в человеке? Вы знаете, я, честно говоря, даже удивлен, потому что 15 человек – это вообще много-то на самом деле. Потому что на Востоке как-то больших монастырей не бывает. И в греческих монастырей, и в заключениях афонских, они все крохотные. Там 3-4 человека, а 7 человек – это уже лавра, можно сказать. А в арабском мире вообще монашества как-то так всегда подозрительно относились к монашествующим. И монастыри арабские были всегда, их мало было, и они были очень небольшие. И то, что здесь 15 человек – братья, это, честно говоря, говорит, вот мне лично, говорит очень многое о том, какая духовная сила в сирийском христианстве. – Сирийские братья также служат и на Афоне, и в Черногории, и в Сербии. То есть, они разбросаны по всему миру. То есть, это традиция семей сирийских православов. Многие, то есть, когда просят что-то Бога, молят, они говорят, что я отдам старшего сына или сына в монахии для того, чтобы Господь помог нам встать на ноги, вылечиться. Также существует интересная очень традиция древняя православная о том, что также, когда просят Господа делиться богатствами своими с церквью. То есть, делятся землями, делятся, там могут, домами. То есть, вот такие древние традиции, крестный ход, которые просто люди вдвоем могут осуществить. То есть, они шли из Дамаска в Среднавию пешком. То есть, это вот такие вот древние традиции. – Сейчас трудно говорить о том, чтобы во время войны продолжающейся, ну, русские люди отправились в паломничество, скажем, в Сирию. Хотя, честно говоря, меня уж и подмывает. – Настолько хочется это все увидеть своими глазами и посмотреть на этих героических людей, которые в таком противостоянии проявили такое исповедничество, такую силу веры. Все-таки планируется ли что-то, как организация какого-то паломничества, ну, когда это уляжется? Надеюсь, все-таки это не будет продолжаться-то вечно. – Еще в 2005 году я обратился к просьбе из блаженнейшего Игнатия IV, для того, чтобы мы как раз под памятником построили культурно-паломнический центр. И он написал официальную бумагу, что должен создаться паломнический центр для, она звучит так в переводе с арабского, для достойного приема паломников из России. И поэтому для нас это очень важный проект. Но, к сожалению, сейчас, вот на сегодняшний день, строить нельзя. Ну, в ближайшее время, я думаю, что уже возможно какие-то организационные действия. Я также обращался к святейшему Кириллу, к владыке Илариону, и мы обсуждали этот момент, когда я даже встречался со святейшим Кириллом. Он поблагодарил меня за ту работу, которую мы осуществляли в Каукабе, в месте явления Господа Христа апостола Павла, потому что он часто там бывал, он понимает значимость этого места для мировой христианской истории. Вот часто я задаюсь таким вопросом. Масса беженцев. Ну, понятно, что христиане бегут в христианскую Европу, и мы христианам всем, безусловно, рады. Это наша культура, это наши люди, близкий менталитет. Ну, в общем, понятно, почему. Конечно же, к мусульманам отношение другое. Ну, ясное дело, это этнически и конфессионально, ну, слишком инородно даже тому исламу, который у нас. Вот наши, Татарстане, Башкатарстане. Все-таки это разные совершенно люди. Традиционный ислам, еще тем более русский ислам, своеобразный, ну, совсем, так сказать, интегрированный. Это, ну, как бы, абсолютно по быту наши люди. Почему они бегут и в Европу, скажем, не в богатую Саудовскую Аравию, не в Иорданию? Ну, Иордания, ладно, она обеспеченная страна, но не такая же богатая. А вот почему не в Катар, не в Саудовскую Аравию, где, казалось бы, эта нефть там фонтанами просто хрищит? Ну, я думаю, что это зависит от самой позиции этих государств, которые вы перечислили. Саудовская Аравия не окажет никакого содействия. То есть, она, на самом деле, она поддерживает какие-то, скажем так, негативные моменты. То есть, идет какая-то борьба за власть, обида на власть, и вот с этим связано все. И даже сирийцев, которые занимаются предпринимательством, и уже давно существуют на этих территориях, они потихонечку выдворяют. Европа заняла позицию, что она поддерживает и принимает христиан, и есть финансирование, потому что они давно знают о том, что сирийцы, они люди законопослушные. В общем, все сирийцы. И они очень, вот есть бытует мнение, что арабы, они люди кровожадные. Ну, горячие, скажем так. Ну, скажем, не то, что горячие, а если посмотришь средства массовой информации, вы увидите, что они очень кровожадные, да? Согласен. Ну, на самом деле, они не такие, они являются люди семьи. То есть, вот он рождается, трудится, и все у него направлено на то, чтобы обеспечить детей образованием. Вот это главная цель, вот кто знает арабов и сирийцев, он знает. И поэтому, когда мне говорят, что вот сирийцы, они организовали вот такие вот террористические группы, вот занимаются тем-то и тем-то, ну, я на это с иронией не смотрю. Вообще. Понимаете? То есть, поэтому это люди, которым могут заниматься, бизнесом могут заниматься. Ну, вот, раз это существует, значит, вы принимаете прекрасно. Раз вы говорите, что вот о России такое негативное мнение, что вот чуть ли не российский президент является вот таким вот очагом зла, там и все остальное. Вот то же самое примерно переживают вот сирийцы, что вот они такие. Это заказная война, она проплачена, за ней стоят серьезные силы, которые пытаются выполнить свои какие-то поставленные, скажем так, задачи. — Ну что ж, дорогой Самир, я чрезвычайно благодарен вам за сегодняшнюю беседу. — Спасибо. — Надеюсь, что мы сможем, как радио, не только на волнах, но и другими способами донести и ваши озабоченности, и ваши пожелания, ну, хотя бы символической поддержки Сирии. Не только в связи вот с Пальмирой, кстати, Пальмир здесь очень важным, мне кажется, было действие России в мире, потому что все-таки Россия показала, кто она на самом деле. — Что она не просто один из участников военных операций, но она очистила от боевиков крупнейший памятник мировой культуры. Вот то, что мы с вами говорили. Не дав разрушить очень важное, общее человеческое наследие. И мало того, в этом амфитеатре зазвучала не какая-то Кончита Вурст, да, не какой-то панк-рок концерт, да, а был концерт Мариинского театра. Высокая музыка, высшее проявление культуры человечества было явлено в этом театре. Это очень важно понять и России, я думаю, и в мире должны понять, что Россия демонстрирует символически, чем она является. Россия на протяжении всей истории на Ближнем Востоке не имела каких-то своих личных корыстных интересов, если вы посмотрите на всю историю. То есть даже в период Советского Союза мы поддерживали, Россия давала, снабжала, ну вот что-то себе выгодное она никогда не брала. Эта политика больше капиталистическая, вот на сегодняшний день она и продолжается. Вот это деление этих богатств сирийских, уничтожение этой общей культуры. Вот, кстати, Пальмира является как раз местом сосуществования всех религий. На одном камне есть историческом и языческие символы, и христианские, и мусульманские, и иудейские. Поэтому это был город, в котором все сосуществовали. Вот уничтожить этот город, культурно уничтожить. Есть задача, чтобы объяснить, что этого не существовало никогда. Вот, к сожалению, позиция арабских стран, богатых арабских стран, она не совсем понятна, она бескультурна. И можно было давно понять, что Сирия не первая и не последняя. И я думаю, что эти силы, они строят планы по отношению ко всем. Вот пока у меня ничего в доме не горит, ну и слава богу. Я думаю, что эта позиция совсем неправильная. И недальновидная. И недальновидная. Самир Эль Гадбан, учредитель фонда Духовного наследия апостола Павла и президента фонда Святая Земля, сегодня, я думаю, в первый раз для наших слушателей так подробно и точно, и понятно изложил то, что происходит в Сирии. И очень приятно это все слышать, приятно, что там есть наши собратья по вере, но мы же как поможем, как сможем, так и поможем. Я думаю, Господь нас не оставит, это свою первую христианскую общину, это очень важно. Христос воскрес! Поистине воскрес!